Девушки отдыхают Девушки отдыхают Для того, чтобы передать истину через Библию Библия полностью лишена эмоций Вот почему, когда мы читаем Библию, порой нам кажется, что Библия очень скучная книга Библия не описывает нам эмоции, она описывает нам новый мир Поэтому мы встречаем духовный мир, который лишен эмоций Когда мы начинаем погружаться в мир Иисуса Любовь Иисуса Христа, которая не является эмоцией Мудрость Иисуса Когда слово Иисуса входит в мое сердце Мы начинаем понимать, что это есть истина Женщина была взятая во время прелюбодеяния Ее ввели, чтобы побить камнями Внешники и фарисеи Привели ее к Иисусу и сказали Иисусу Эта женщина взята в прелюбодеянии Моисеев Закуни заповедал таких побивать камнями Ты что скажешь? Настала тишина Иисус скажет побить камнями? Или же скажет, бросайте только не сильно Или скажет, побивайте ее камнями, чтобы убить ее Не бросайте камень, скажет Священники думали, что Иисус скажет именно таким образом Однако Иисус сказал такие слова, которых они не ожидали от Него услышать Кто из вас без греха первый бросит на нее камень? До сих пор многие люди Смотрели только на грех этой женщины, но не смотрели на свой грех Когда Иисус сказал, кто из вас без греха первый бросит на нее камень? Их взор был направлен на себя И я обнаружил, что и у них есть грех Имея грех Я пытался побить ее камнями Им стало стыдно Все оставили камни И убежали В конце остался только Иисус и эта женщина В этой книге описана правда Эта женщина чувствует Как он мог сказать подобные слова? Ее взяли во время приупадьяни, поэтому должны побить камнями Если люди станут бросать в нее камень, никто не сможет ее спасти Однажды я подумал, вот допустим, у нее есть старший брат, который является министром Но сможет ли он спасти ее? Допустим, ее дядя депутат Неужели он сможет спасти ее? Но Иисус Некоторыми словами Спасает эту женщину взятой приупадьяни Как вы думаете, о чем она подумала? Интересно Откуда у него такая премудрость? Я ни в коем случае не могу выжить Но он вас любил такую, как я Люди хотели убить меня Он же, наоборот, любит меня Когда она почувствовала сердце Иисуса Она подумала, почему же у меня не было такой мудрости? Почему же я отличаюсь от него? Она начинает размышлять о разных вещах В Евангелии Диона 4 главе рассказывается, как самарянка общается с Иисусом И у этой самарянки появляется чувство, которое она никогда не испытывала Порой Библия кажется такой скучной В которой нет даже ни одного изображения Нет дополнительных объяснений И поэтому мы очень многое пропускаем мимо себя Но если вы сможете рассмотреть тот духовный мир, который заложен в Библии Если вы сможете разобрать сердце Иисуса и почувствовать Его Когда вы принимаете в себя сердце Иисуса Тогда вы увидите, как удивительные дела будут происходить в вашей жизни В этот раз в городе Тегу мы проводили пресс-конференцию И один журналист из города Тегу спросил меня Пастор, я знаю, что вы читали лекции во многих странах Скажите, о какой стране лучше всего воспринимают вас? Я сказал, в Бразилии Бразильское телевидение брало интервью у меня И потом попросили еще раз провести интервью И на второй встрече они собрали других журналистов И была пресс-конференция На прошлой неделе, в субботу у нас тоже была пресс-конференция с бразильскими СМИ И ответственность сказал мне так Мой отец недавно покинул этот мир Он умер из-за депрессии Если бы, пастор, вы встретились бы с моим отцом То я уверен, что мой отец бы не умер Пастор, я хочу глубже узнать о вас Мы хотим снять документальный фильм о вас, пастор Я сказал, конечно, можно Получается, в прошлой встрече у нас уже был разговор о документальном фильме Я сказал, конечно, я буду только благодарен, если снимите обо мне фильм А они сказали, что у меня очень хорошая улыбка Представляете, одна телеведущая сказала, что у меня очень красивый внешний вид Я сказал, вы первая, кто похвалил мой внешний вид Между нами был очень интересный разговор Журналист просил, а скажите, пожалуйста, почему люди в Бразилии так внимательно слушают вас? Я сказал им Я многое не знаю, но одно могу сказать точно Сейчас в США очень много заболели коронавирусом, потом идет Бразилия Когда мы говорим о коронавирусе, в Корее же люди не воспринимают, как это смертельно опасная болезнь В Бразилии же, наоборот, из-за этого вируса умирают многие люди Другими словами, им приходится думать о смерти И пока не поздно, они хотят найти Господа Бога Пока они не стали перед смертью И Евангелие, которое передает Я, охватило их сердца Они удивляются Потому что за несколько минут Появилось 5000 комментариев под моим словом Все были удивлены И хотя я никогда об этом не думал, но мне кажется, в скором времени я стану героем документального фильма Знаете, я многого не знаю Но пока я читал Библию Пока я передавал Слово Я размышлял сердце Иисуса И пока я рассматривал сердце Иисуса То сердце которого не было у такого человека, как я Любовь Иисуса Премудрость Иисуса Его жертва Они вошли в мое сердце Знаете, даже если я самый бестолковый человек Я был очень плохим человеком Но перед любовью Иисуса У меня тихли слезы Почему Иисус, ты возлюбил меня? Я спрашивал у Иисуса После того, как я стал пастором Я часто задавал вопрос Иисусу Иисус, если бы ты Чон Чунгнама поставил бы пастора Он был высоким ростом Красивый внешне И очень хорошо говорил Так было бы радостно братьям-сёстрам Но почему? Почему же меня ты поставил пастора? Ведь у меня нет ничего хорошего Я ведь был таким злым Я очень часто об этом спрашиваю нашего Господа И чем я глубже узнаю сердце Иисуса Хотя я самый бесполезный и ненужный человек Я одно ясно могу сказать Это то, что Иисус возлюбил такого, как я Кроме этого объяснения Нет другого объяснения У меня нет условий, чтобы получать такую любовь У меня ничего нет хорошего Я не был умным Хотя у меня не было условий, чтобы получать любовь Но поскольку сам Иисус является любовью Поэтому Он возлюбил меня Однажды, читая Библию, я смог обнаружить его сердце Конечно, и до того момента я слышал, что Он умер ради грешников Я знал, что Он умер ради грешников, и всё Но мне не казалось, что Он умер ради такого, как я Как такое может быть? Наверное, не ради меня Он умер Но одно, что я точно узнал Это то, что Иисус умер ради меня Я не мог в это поверить Почему же ты возлюбил меня? Такой бестолковый человек Такой грязным был я Я очень хорошо оббанывал Я был грязным человеком Но почему же ты возлюбил, Господи? Меня Я не мог найти объяснение Скажите, вы разве не грязные? Вот поэтому Иисус провел свою кровь за вас До того, как я получил прощение грехов Я твердо верил, что я попаду в ад Я думал, что нет человека хитрее, чем я Но что важно Хотя у меня нет ничего выдающегося, лучшего, чем то, что есть у других людей Я проверил все условия, которые у меня есть Но не было ни одного условия, чтобы получать любовь Иисуса Я был эгоистом Я был грязным У меня было только лукавое Я такой человек, которого Иисус не должен был спасти Но Иисус И меня включил в свою любовь Именно поэтому Мне не жалко отдать свою жизнь ради Христа Он ведь пролил кровь за меня Ведь Он был распят ради меня Он дал все, что было у Него ради меня и спас меня Когда мы встречаем Иисуса Самарянка считала Иисуса одним из иудеев Она пришла почерпнуть воды и встретилась с Иисусом Иисус сказал, дай мне воды Самарянка посмотрела на нее И с недоразумением посмотрела на него и задала вопрос Ты же иудей Как у Самарянки просишь воды И так начинается диалог между ними Иисус сказал Всякий, пьющий воду, сию вас жаждет опять А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды Она могла сказать Ой, у вас интересные шутки Где в мире есть вода, от которой ты не будешь жаждать вовек? Вы хотите просто пошутить мне? Хватит баловаться Я не верю вам Где есть вода, от которой ты никогда не будешь жаждать вовек? Вот как должна была отреагировать Самарянка Но может быть, это из-за того, что написано в Библии Она говорит такие слова, которые Могут сказать только один из тысячи, десяти тысяч или ста тысяч Но когда мы рассматриваем беседу между Иисусом и этой Самарянкой Мы можем увидеть, что она отличается от других людей Почему? Потому что она принимает слова Иисуса в свое сердце Всякий, пьющий воду, сию вас жаждет опять, сказал Иисус А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек Ибо она станет источником воды, текущей в жизнь вечную Если бы я был бы на месте этой женщины Я бы представил, что я общаюсь с Иисусом Как я отреагирую? О, Иисус, хватит шутить О чем ты говоришь? Вот как бы я сказал бы Иисусу Но эта женщина, общаясь с Иисусом Она начинает погружаться в тот мир, который находится в Иисусе Эта женщина жила с шестым мужем И Иисус говорит, что это и он не твой настоящий муж До встречи с Иисусом у нее были разные трудности Да, порой бывает, что женщины разводятся с мужьями Но сам процесс развода Он же сопровождается с разными трудностями Поэтому никто не разводится в шутку Да, у этой женщины были разные трудности Может, внуки люди игнорировали ее Пренебрегали ею И таким образом в ней образовался такой мир Которого нет у других людей Если бы Иисус сказал бы эти слова другим людям Они бы сказали, хватит шутить Мне никогда с тобой разговаривать Но ее сердце было настолько смирено, что была готова служить слова Иисуса И это была женщина, которая чувствовала свою жажду Впервые какой-то человек говорит ей о том, что ее сердце жаждет И когда она услышала, что Иисус сможет разрешить эту жажду Она не хотела пропустить ни одного слова Она сказала Иисусу Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать Я размышлял об этом слове Когда мы общаемся с Иисусом И Иисус говорит то, что нам непонятно Мы говорим, ой, не надо Хватит шутить Иисус не говорит такие слова Где такая вода существует? Этого не может быть Вот как мы размышляем Но эта женщина проходит разные жизненные трудности Да, она хотела жить вместе с мужем Но через множество разводов, испытывая разные сложности Теперь ее сердце не такое, как у многих людей Наверное, в ее жизни было много ссоров Порой она кричала Плакала Говорила, что у тебя есть хорошего такого? Почему я вышла за тебя замуж и страдаю так? Она прошла через сложный жизненный путь Она думает, если я выйду замуж Все, буду просто жить с этим человеком Она была твердо уверена в этом Но испытала в жизни множество сложностей Были разные-разные упадки в жизни Были разные испытания Порой встречались жизненные камни Эта женщина прошла через непростой жизненный путь Именно поэтому Когда она услышала слово Иисуса Она понимает, ведь он не обманывает «Это тот, который может освободить меня от жажды вовек» Сейчас он не шутит со мной И поэтому она сказала ему «Господин, что говорит она? Дай мне этой воды Чтобы мне не иметь жажды И не приходить сюда черпать Удивительно, Диане произошло в ее жизни Может быть, я одну сотую того, что эта женщина знает Я смог узнать Когда мне было 19 лет У меня были разные трудности И у меня не было способа улучшить свою жизнь И у меня было очень много греха Но не было способа освободиться от моего греха Может быть, не так глубоко я проникся в тот мир, который познала эта женщина Я не испытывал сильной жажды Но я понимал, что у меня есть грех И мне хотелось освободиться от греха Вот только о чем я думал Но когда в 62-м году я встретился с Иисусом Я понял, что Иисус освободил все мои грехи Все христиане, которые живут в Южной Корее Те ведь знают, что Иисус умер за их грехи Я уверен, что все христиане знают об этом Иисус умер на кресте ради нас Среди христиан нет людей, которые бы не знали этого Но сколько из них верит в это? Если то, что Иисус умер на кресте за нас, это правда Если мы веруем в это Тогда мое сердце может освободиться от грехов Когда мое сердце освобождается Представляете, как мы будем рады Однако, к сожалению, многие люди называют меня еретиком И говорят не потому, что они знают хорошо обо мне А слушая слова, которые говорят о нас только плохое Из-за их Слушая слова людей, которые хотят иметь выгоду Они принимают эти слова И не понимая, что такое ересь, говорят о нас так Не понимая, что является злом Просто он воспринимает информацию Ну, не знать это, ничего страшного Однако, говоря о том, что Иисус умер на кресте за мои грехи Говорят, что Иисус был распят за меня Говорят, что у их сердца есть грех Если бы они познали бы крест Иисуса Христа То они бы легко могли бы освободиться от греха Однако, люди не заинтересованы духовной жизнью Они довольны только тем, что они ходят в церковь Ведут формальный образ духовной жизни Поэтому, говоря о том, что Иисус Христос умер на кресте за меня Многие люди не воспринимают ту благодать, которая приходит к нам от креста Если Иисус Христос умер на кресте за меня Значит, мои грехи должны были быть омыты Если хотя бы чуть-чуть мы подумаем Тогда мы поймем, что наши грехи омыты Если Иисус умер на кресте, значит, все мои грехи омыты У меня нет грехов И Библия говорит, что у нас нет греха Однако, ни о чем не думая Знаете, в Корее есть такая поговорка о том, что если сосед выходит замуж, тогда он выйдет как попало Другими словами, люди не хотят подробно узнать об этом Когда мы читаем Библию Мы сможем обнаружить сердце Иисуса в Библии И любовь Иисуса Христа Эту женщину должны были побить камнями Однако Иисус спас ее оттуда И когда отпустил ее домой Эта женщина стала той, которую Иисус спас от смерти И теперь безграничная любовь к Иисусу заполняет ее сердце Благодарное сердце заполняет ее Такую грязную, как я Которого ее хотели убить Но Иисус возлюбил меня И теперь Иисус Христос заполнил ее сердце любовью Для чего мы верим в Иисуса? Для того, чтобы иметь с Иисусом вот такие отношения Иисус очистил наши грехи Даже если мы знаем об этом Однако не чувствую проблему греха И не размышляя о важности того, что мы можем погибнуть из-за греха Ну, Иисус умер на кресте Сегодня очень многие люди ходят в церковь, не думая, я грешник или я праведник Но если вы откроете Библию, будете читать Когда вы сердцем начнете читать Библию Когда вы сможете увидеть не только слова Вы сможете увидеть сердце Иисуса И слышать голос Иисуса, который говорит эти слова И когда сердце Иисуса начинает входить в меня Вы не можете не быть вдохновлены любовью Иисуса Христа Который возлюбил такого грешника, как я И тогда ради такого Христа дать свою жизнь будет не жалко А дать свое время отдать будет не жалко Порой, даже если мне будет невыгодно Вы будете любить Христа Эта самарянка общалась с Иисусом недолго За это время она приняла сердце Иисуса В Библии написано, что женщина оставила свой водонос И пошла в город Водонос стоит недешево Может быть, кто-то разобьет этот водонос Но для чего она писала эту историю? Чтобы показать, что ее жажда закончилась Она получила воду, которая лишает ее жажду Теперь, нужен ли этот водонос? Вот, для того, чтобы это показать, написали эту историю Теперь она пошла в город и говорит людям Я встретилась с Мессией Который знал всю мою прошлую жизнь Он есть Мессия Он дал мне воду, которую освобождает от жажды Люди в городе видят, что она изменилась Что это с нею? Почему же она так громко говорит? Я говорю правду вам! Жители города начали собираться вокруг Иисуса Слушали слово Иисуса Они внимали словам Иисуса Потом сказали Господин, войди в наш город Это очень прекрасная история Людей не сообщаются с самарянами Но теперь Иисус есть вместе с самарянами Спит вместе Вместе общается На протяжении двух дней Горячая любовь Иисуса, которая была в Иисусе Благодарить Господа, Бога Иисус раздал всем жителям этого города И эту встречу они не смогут забыть То прекрасное, которое Иисус передал самарянке Когда я познал, это было удивительно Порой бывает, что наши знакомые заболевают И есть слова, которые я говорю людям, которые имеют болезнь В 87-м году у меня были серьезные проблемы И с желудком Поэтому на протяжении трех месяцев я очень сильно Мучился За три месяца я похудел на 7 килограммов В те годы я весил 77 килограммов И когда я похудел на 7 килограммов И пиджак, и брюки были для меня большими Но самая большая проблема Это то, что я не мог нормально питаться Что бы я ни ел, у меня была диарея То мне нужно было все равно ездить в разные города и проводить семинары Вот представляете, проповедник говорит, что у него болит желудок Тогда все будут беспокоиться, поэтому я не говорил об этом Когда мне приносили разную вкусную еду, мне было очень тяжело Однажды летом, когда мы проводили летнюю конференцию Рано утром я проснулся и начал молиться перед Богом Господь Бог, я не смогу провести летнюю конференцию с таким здоровьем Господи, мне очень больно Пожалуйста, исцели мой желудок С таким здоровьем я не смогу провести летнюю конференцию Прошу тебя, я устал Я молился перед Богом и просил, чтобы Он исцелил мой желудок Есть одно слово, которое я всегда знал Но мне казалось, что Иисус говорит эти слова мне на ухо Я вдруг вспомнил Евангелие от Марка 11 глава 24 стих Потому что говорю вам Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите И будет вам Я молился И теперь верю Очень просто Я подумал, так просто написано в Библии Я просил, чтобы Бог исцелил мой желудок И теперь я поверил, что я исцелен Так просто Утром, когда у нас было время завтрака Появилась одна проблема С того момента, как у меня начал болеть желудок У меня была диарея от любой еды Поэтому я практически ничего не ел Но если я считаю, что мой желудок здоров Знаете, я очень люблю блюда кимчи И если я считаю, что я здоров, я должен есть кимчи Но, извините, у меня диарея была даже от каши Но если я буду есть острое блюдо Знаете, что мне говорил врач? Доктор Че Ильон, который работал в больнице Ханьян Профессор Че был очень известным врачом И он сказал, пастор Стенки вашего желудка, они подобные влажной бумаге В Корее в деревнях использовали традиционную бумагу Для того, чтобы заклеить окна И когда приклеят, их брызгали водой И профессор говорит Пастор, ваш желудок подобен этой бумаге Поэтому нужно быть очень осторожным Если ваши стенки желудка лопнут Вы умрете за кратчайшее время Он предупреждал меня И поэтому ради желудка я ничем не мог питаться Мне было очень тяжело Поэтому я начал бороться внутри себя Если я верю, что я здоров То, что сейчас я не могу питаться кимчи Хотя я люблю кимчи Но я не ем, потому что я болею Однако, если я считаю, что я здоров Я же могу есть кимчи Не только словами я должен верить, что я выздоровел Я, если я выздоровел, я должен есть кимчи Это есть вера Я не ем кимчи, потому что я болен Но если я считаю, что я здоров, я должен есть кимчи Поэтому я начал думать Я здоров Поэтому я должен есть кимчи Мне казалось, что тогда мне будет очень тяжело Но я все равно подумал В Библии написано, что если я помолюсь и буду верить Тогда это будет дано мне Но я же ведь не выздоровел Хотя я не выздоровел Но в сердце нужно верить, что ты выздоровел И Библия говорит, что по вере вашей будет вам Слово Библии очень ясное Ты помолился И веруй, что ты выздоровел И будет вам Если я выздоровел Тогда я должен есть острый кимчи Но с другой стороны, если я съем кимчи Мне кажется, что мой шелудок разорвется Перед Богом мне стало стыдно Хотя я пастор Я тот, который не верит словам Бога Бог говорит, что если поверишь, выздоровеешь Тогда есть кимчи, разве проблема? Ты будешь здоров, ешь И мне стало страшно Есть кимчи? Я размышлял, размышлял и размышлял Это слово Библии И если я поверю по слову, тогда я выздоровею Тогда я буду верить Что я здоров Буду есть кимчи Буду есть кимчи Я несколько раз перечитал это слово И определился в сердце Что мой шелудок здоров Я ей пошел завтракать В тот день пришли гости Поэтому моя супруга накрыла шикарный стол Но в уголке она поставила кашу И мясо в соевом соусе И несколько морских капуст Я их убрал в сторону Я взял обычный рис Поставил перед собой суп И начал есть Хорошо поел Взял кимчи И суп югке джан И кимчи как туги Все острое я взял И начал есть Супруга видела меня и удивилась Дорогой, что ты делаешь? Я сказал ей Не переживай Я уже здоров Знаете, моя супруга Более всего не любит слушать Когда я говорю, что у нее нет веры Она подумала, что я снова могу сказать Что у нее нет веры И хотела хотя сказать что-то Но она ушла Представляете, впервые за три месяца Я съел порцию риса Я положил ложку И снова пришли боли в желудке Я не мог терпеть Я побежал в уборную И у меня была диарея Начали приходить разные мысли ко мне Какая у тебя вера есть Что ты ешь кимчи Ты что, собираешься умереть? Я чувствовал, что дьявол говорит мне разные слова Я сказал Отойди от меня, сатана Я здоров Но сатана не уходит от меня просто так Говорит Если ты здоров, почему же живот болит? У тебя же не должно быть диарея Но почему же у тебя диарея? Ты разве здоров? Ты разве здоров? Может, я не здоров, подумал я Может, я зря ел кимчи Однако я поверил Я молился И поверил А Библия написана, что если я поверю, тогда я получу здоровье Тогда почему же у меня болит живот? Так, ко мне приходили разные-разные мысли Но что удивительно Бог дал мне слово Сейчас, в данный момент у меня болит желудок Но знаете, когда Иисус пришел в дом Яира У Яира дочь умерла И все плакали из-за того, что умерла дочь Яира Но в этот дом пришел Иисус И сказал Не плачьте Она не умерла, а спит Люди, которые были в этом доме, были возмущены Мы разве не можем отличить мертвую от спящей Они начали надсмехаться над Иисусом Но Иисус сказал Талифа куми Что значит девица? Тебе говорю, встань И тогда эта девица встала Иисус был прав, говоря, что она спит Когда мы смотрим, она умерла Но когда Господь говорит, она спит Вот в чем истина Хотя у меня болит желудок Когда я смотрю, мне кажется, что у меня желудок не здоров Но что говорит Иисус? Я поверил словам Иисуса Да, я здоров Я выздоровел И во время обеда я сделал рис с кимчи Вы, конечно, простите, но снова побежал в уборную И у меня была диарея Но все равно в сердце я был свободен Да, я верю Что я выздоровел А то, что сейчас, в данный момент у меня болит желудок Это просто в моих глазах Но я выздоровел, потому что Иисус говорил, что я выздоровел Я был благодарен Господу Богу Потому что Бог таким образом научил мне веры Тот вечер Знаете, я не люблю есть на улице Но меня пригласили на ужин в гостиницу Хаят Там был шведский стол Когда я ехал, я думал, у меня же болит желудок, поэтому я ем кашу и все Но потом я подумал, нет, я же здоров Все равно живот выздоровел Буду есть все, что хочу И я ел все, что мне хотелось И вот такой живот набрал Еле-еле добрался до дома И я уснул На следующий день, когда я проснулся За 24 часа Мой желудок был полностью здоров До того момента я никогда не мог есть кислый Я не мог есть мучной, потому что мне становилось плохо Было многое, что я не мог есть Но с того момента, до сегодняшнего дня Мой желудок стал настолько здоровым И знаете, я человек, который очень быстро есть Когда я был еще холостым Чтобы экономить время Время на сон Время на прием пищи Вот все, что можно сократить, я сокрешал И так тренировал себя Поскольку мне не хватало времени на чтение Библии Поэтому я не ел Дольше двух минут И это стало привычкой для меня И порой, когда я ем вместе с президентом Я знаю, что мне надо есть медленно Но бывают такие моменты, когда президент не успел даже ложку понять А я съедаю половину своей еды И тогда я начинаю есть закуску, пока есть президент В тот день, когда я выздоровел За 24 часа я стал полностью здоров Я увидел, что мой желудок стал очень крепким С 87-го года до сегодняшнего дня У меня никогда не болел желудок Мой желудок стал крепким И также выздоровело мое сердце Господь Бог Он во всех нас действует и помогает Мы должны войти в Господа Бога Принимать сердце Господа Если мы будем жить сердцем Бога Тогда вы станете маленькими Иисусами Не важно, вы высокие или низкие Красивые или некрасивые Это не важно Ваш характер не имеет никакого значения В слове есть сердце Иисуса Когда самарянка смотрела на Иисуса Иисус говорит Всякий пьющий воду, что ее возжаждает опять Но пьющий воду, которую ядом, ему не возжаждает во век Ибо она сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную Это самарянка услышала от Иисуса такие слова Она подумала Как такое может быть? Что это за вода, которая станет источником воды живой? Да У нас тоже могут появляться такие мысли Однако эта женщина Даже если все скажут, что такого невозможно Она поверила словам Иисуса Это касается и нас Когда Иисус умер на кресте И Библия говорит, что мы омылись Хотя Библия говорит так Но мы начинаем думать Я все равно грешник И сегодня большинство людей думают так Хотя Иисус умер на кресте Но я ведь грешу Значит, я грешник Даже я так верил Но когда я читал Библию Когда я погрузился в сердце Иисуса Гесемани, когда молился Иисус Иисус говорит Если возможно, убери чашу сию передо Мною Но пусть будет не по Моей воле, а по Твоей Иисус не хотел пойти на крест И если возможно, Он хотел уйти от этой чаши Однако только крестом можно очистить наш грех Поэтому Иисус пошел на крест и умер за нас Когда Иисус умер на кресте, проливая свою кровь Если бы Он не смог бы очистить наш грех Если Он умер только для того, чтобы теоретически передать нам, что Он умер за нас Тогда Он не является Сыном Божиим Он не пришел на землю, чтобы просто показать себя в хорошем виде Когда Он умирал на кресте Наш Господь умер на кресте только потому, что таким образом можно было очистить наши грехи Скажите, пожалуйста, аминь Действительно, мы должны оставить свои мысли Потому что мысли говорят о том, что хотя Иисус умер за нас, но мы все равно грешники Если вы погрузите сердце Иисуса Христа через Библию и Божию, узнаете о Нем У вас откроются глаза, которые будут видеть сердце Иисуса Иисус Христос умер на кресте, потому что только таким образом возможно было очистить наши грехи И поэтому Он умер, и Библия говорит об этом Как это прекрасно В том сердце, с которым Иисус пришел на землю Когда мы погружаемся Попробуйте ваше сердце соединить с сердцем Иисуса Иисус говорит, что Он очистил наши грехи на кресте Я же верил, что я грешник Мое сердце отличалось от сердца Иисуса Но что же я сделал после этого? Если Иисус говорит, что Он очистил наши грехи Значит, мои грехи омыты Значит, я больше не грешник У меня нет греха Вот как я воспринял слова Иисуса Это и есть сердце Иисуса Когда мы читаем Библию Слова Иисуса — это не просто интересная история А это слова выражают сердце Иисуса Когда я принимаю слова Иисуса в мое сердце Происходит удивительное деяние Сердце Иисуса начинает действовать в вас Премудрость Иисуса входит в ваши сердца Любовь Иисуса входит в ваши сердца И правильность спасения Иисуса войдет в вас И вы сможете, как Его святость, входит в вас Любовь Иисуса входит в мое сердце Я начинаю любить того, которого не могу любить Когда премудрость Иисуса входит в мое сердце Передо мной открывается удивительная вещь Которую я не смог бы понять своей мудростью Когда святость Иисуса входит в мое сердце Моя греховная жизнь становится святой жизнью Когда правильность Иисуса входит в мое сердце Оно оправдывает грязного грешника, как я И то, что написано в этой одной книге История Иисуса Я всего лишь читал эту историю Может, не так много Но постепенно это слово начало входить в мое сердце Знаете, я много раз засыпал с Библией в руках Когда я принимал душ или умывался Я оставлял Библию в сторону А так я всегда ходил с Библией Порой я засыпал, держа Библию в руках Я был очень сильно вдохновлен этой книгой Библии И я начал в свое сердце принимать сердце Иисуса, которое спрятано в Библии И тогда премудрость Иисуса Любовь Иисуса Сила Иисуса Мир Иисуса Начали укрепляться в моем сердце Вчера, когда я давал интервью Журналист спросил меня «Пастор, а вы когда-нибудь злитесь?» Я сказал ему в ответ «Перед камерой я никогда не злюсь» Я так сказал ему Я сказал «Мне зачем злиться перед камерой?» «Ну, все равно я тоже человек, который злится Перед супругой я иногда злюсь» Таким был я Но понемножку, понемножку Пока я читаю Библию, я обнаруживаю сердце Иисуса Сердце Иисуса начало укрепляться в моем сердце И понемножку, понемножку Я начал становиться похож на Иисуса Я начал верить Слову Иисуса Я начал идти по Его пути Я мог во всем увидеть Диане Иисуса Я рад, что Иисус умер на кресте за меня Но Он также Своё Слово написал в Библии И пока мы читаем Библию Конечно, не всё Но понемножку, понемножку Слово Иисуса начинает входить в моё сердце И я начинаю говорить то, чего я не мог говорить раньше Иисус начинает действовать во мне У меня появляется благодарность сердца к Иисусу Я начинаю любить людей, которых не могу любить За что я был благодарен Господу Богу Сейчас я уже в возрасте Мне хочется пожить как можно дольше Сейчас мне 77 Через три года мне будет 80 Через 10 мне будет 90 лет Пройдёт 20, мне будет 100 лет Хочу жить до 150 лет И если я проживу до 150 лет Сколько мне нужно прожить, чтобы полностью проникнуть в Иисуса Христа Я хочу как можно глубже узнать Иисуса Христа И хочу как можно больше стать похож на Иисуса Я хочу любить Иисуса И я хочу свидетельствовать об Иисусе И хочу передать Иисуса и ваши сердца Самарянка общалась с Иисусом Иудеи не сообщались с самарянами Но Иисус вошёл в самарийский город И он ел вместе с самарянами Пил вместе с самарянами Спал вместе с самарянами И ко мне, который похож на самарян Пришёл Иисус И хочет вместе есть И хочет дать своё сердце мне Хотя я никогда не думал Но когда я увидел себя Я увидел, как моё сердце постепенно заполняется сердцем Иисуса И я становлюсь похож на Иисуса И могу сказать, что я праведник Могу сказать, что я свят Дорогие братья и сёстры Читайте Библию И попробуйте обнаружить сердце Иисуса Которое спрятано в Библии И принимайте это сердце И тогда вы будете меняться, как Иисус Живите как можно дольше До ста лет До ста двадцати лет До ста пятидесяти лет Чтобы я от вас исходил аромат Иисуса Христа Тогда вы сможете измениться и стать подобны Иисусу Я благодарен Господу Богу за то, что Он дал эту Библию Господь возлюбил вас И Он хочет жить вместе с вами Поэтому Он дает нам сердце Иисуса И сегодня И завтра Пока вы будете читать Библию Иисус Христос будет давать Своё сердце нам И так вы станете маленькими Иисусами Любовь Иисуса Мудрость Иисуса Сила Иисуса И святость Иисуса Войдут в вас Субтитры создавал DimaTorzok